ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. За первые два месяца этого года в ДТП на дорогах Кировской области погибли 23 человека. Почти три сотни получили травмы. Год назад за тот же период летальных исходов было два десятка, пострадавших 279. Каждая пятая автоавария произошла на перекрестках из-за того, что водители не соблюдали очередность проезда. ТРАССА 101 Коронавирус и неустойчивый курс рубля. Вот основные причины роста цен на автомобили, говорят производители. Причем некоторые из них не удосуживаются предупредить об изменении стоимости. Мол, так и надо. Покупали раньше, купите и сейчас. С наступлением марта цены на авто подняли, например, Вольво, Ниссан и Рено. Логан подорожал на 7 тысяч рублей, новая минимальная цена 690 тысяч. А, например, Ниссан Экстрейл сразу на 24 тысячи. Теперь он стоит от 1 миллиона 674 тысяч рублей. У Тойоты в цене прибавил только RAV4. Актуальный стартовый ценник 2 миллиона без 60 тысяч. ТРАССА 101 Компания «Опель» начала принимать заказы на комбо-карго российской сборки. Минимальная стоимость фургончика – 1 миллион 229 тысяч рублей. Оснащается он 115-сильным бензиновым мотором объемом 1,6, либо 90-сильным турбодизелем того же объема. Коробка – только пятиступенчатая механика. Специально для нашей страны модель получила модернизированную подвеску, дорожный просвет в 17,5 сантиметров, защиту картера, усиленный обогрев салона. ТРАССА 101 А российские дилеры Kia предлагают новую опцию. Некоторые версии моделей Sorento, Seltos, Sportage, Picanto, Seat и других можно оснастить модулем, благодаря которому управлять отдельными функциями удастся со смартфона. Мобильное приложение позволяет, к примеру, отслеживать местоположение авто, запускать двигатель, контролировать давление в шинах и уровень заряда АКБ. Также программа анализирует стиль езды и дает советы по уменьшению расхода топлива. ТРАССА 101 Компания Volvo объявила о планах к 2030 году перейти полностью на выпуск электромобилей. Шведы уверены, что к тому времени люди окончательно убедятся, что зеленый транспорт – это круто, чему будет способствовать развитая инфраструктура, зарядные станции, станции техобслуживания и так далее. Кстати, свой первый полностью электрический кроссовер XC40 Volvo представила в прошлом году. В ближайшее время он может появиться в продаже и в России. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания. ТРАССА 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин